В этот раз мы расскажем не об одном объекте, как обычно это делаем, а покажем, как прошел наш день, в течение которого мы успели побывать в двух местах. Поэтому не переключайтесь, досмотрите видео до конца, и вы увидите, как мы преодолевали экстремальный шкурадер на выходе со второго объекта. А сейчас расскажу о месте, в которое мы отправились сначала. Давно хотел побывать внутри градирин и посмотреть, как они устроены. Для этого мы приехали к целому заброшенному комплексу, предназначенному для охлаждения технологических вод, для нужд производственной площадки одного и ныне здравствующего лунии. Вот так вот и делаются залазы. Давай, давай, нет. Комплекс представляет из себя 24 вентиляторных градирни, объединенных в единую систему, а также техническое здание, в котором очевидно расположена насосная станция. Здание находится под постоянной охраной, а территорию вокруг самих градирин патрулируют, периодически делая обходы и объезжая ее на машине, и оперативно заделывая все залазы. Если учесть, что комплекс расположен на отшибе возле леса, где почти нет никаких посторонних шумов, то становится понятно, почему мы пытаемся разговаривать шепотом. Оказавшись на территории, мы решили как можно меньше находиться на открытом пространстве и сразу отправились внутрь корпуса одной из градирин, чтобы найти лесницу наверх. Кстати, в Википедии сказано, что размер секции самой большой вентиляторной градирни, принадлежащей Иркутской Энерго, составляет 18 на 18 метров. Размер же одной секции этих градирин 20 на 20 метров. Теперь перейдем к рассказу о технической части данного объекта. Наверное, все знают, что градирные используются в оборотной системе рециркуляции воды, которая, в свою очередь, применяется для охлаждения в различных технологических процессах. Чаще всего мы можем видеть градирные на тепловых электростанциях ТЭЦ и АЭС. Но их применение также широко распространено и на предприятиях ВПК, авиационной, тяжелой, химической промышленности и везде, где требуется осуществлять эффективное охлаждение или отвод тепловой энергии. А мы тем временем искали способ попасть непосредственно к самому вентилятору. Но все двери, ведущие к нему снаружи, были заварены в прямом смысле слова – сваркой. Устройства самих вентиляторных градирий на принцип их действия достаточно просты. Горячая вода по напорному трубопроводу подается в верхнюю часть градиры и там, распределяясь по более мелким трубопроводам по всей ее площади, распыляется под давлением. Находящийся наверху вентилятор направляет струю воздуха на распыляемую воду. Таким образом, вода остужается путем распыления и последующего охлаждения атмосферным воздухом. Далее она попадает в водосборный бассейн, находящийся в самой нижней части градирни, и оттуда насосами откачивается обратно в цеха предприятия потребителя. А мы, не найдя способа попасть к вентилятору с улицы, решили искать наиболее подходящий путь внутри корпуса градирни. Ты по трубе идешь, а я прям слышу, как она подо мной прогинается. Я уже неоднократно рассказывал в своих видео о том, что панически боюсь высоты. И несмотря на то, что неоднократно приходилось преодолевать высокие перепады в подземных речках, забираться на трубы, крыши и даже зимой довелось подняться на галлическую вышку, там все же была казавшаяся надежная опора в виде лестниц, скоб или хотя бы несущих конструкций. Но от этого аттракциона я решил воздержаться. Поэтому за фотографии, сделанные непосредственно у вентилятора, выражаю благодарность своей отважной напарнице. А вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я знаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Не получилась я корца адреналина. Ты еб***ь! Нахрена ты пешком пошла? Успешно покинув градирни, мы отправились в Володарку. Подмосковную систему каменоломи, названную так по наименованию близлежащего населенного пункта поселка имени Володарского. Там я почти не снимал, но процесс нашей выброски из системы мне запечатлеть было невозможно. Вы бывали в Володарке, говорят, легко проходимая система. В среднем, сука, система метр семьдесят. Ты тут меньше метра, ты чё? У тебя такое лицо. Ну как, ты же говорила, метр семьдесят. Легко проходимая система. Не, ну, как бы, да. Небольшая? Но не хоть же. Вот она, мать ее, Володарка. Надо ее переименовать в пузодралку. А видно, что? Как у тебя ощущения? У меня все, огонь. Не, ну, обратная дорога намного лучше. Огонь в одном месте. Ай. Мне еще нужно будет... Так, подвините. Мне еще нужно тебя заснять, как ты будешь вылезать из дырки, которая в колодке. Я не буду из нее вылезать, я из нее буду рождаться. Я вижу свет. Я вижу свет в конце туннеля. Сейчас начнется самый. Нога для масштаба. Просто нога для масштаба. Вот штатив для масштаба. Еще бы неплохо его забрать. Ты мне даешь иногда плохие задачи. Сейчас будет еще рюкзак для масштаба. Сейчас, 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 сейчас. А сейчас, вероятно, буду я для масштаба. Хотя, это вопрос. Кстати, руки куда девать? Под себя, например, или вперед. Под себя это не вариант. Под себя, 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 под себя Ну и че дальше? Ну давай вылезай. Влезай, я вчера пока записывала. Куда вылезать-то? Ну как можешь вылезать? Я пока никак не могу. Дело в том, что дальше мне предстояло преодолеть изгиб близкий к 90 градусов, в который я, просто двигаясь прямолинейно, помещался с трудом. Пи***ц! Вау! Неужели я отсюда вылез? Расскажите мне о своих впечатлениях по Северлодарке. Это анус червя, анус ящерица. Не, лезли мы сюда намного-намного хуже. И тут я как Майкл Джексон такой, вау! И вылезаю. Вот в шину... Блин, я еще не вылезал. Когда вылез в шину. Ау! Еее! Да, я сниму твои щи. Давай, скачи. Зачем ты ее вертикально держишь? Это ж... А ты по-другому не вылезаешь. Давай, скакай. Ну и что дальше? Давай, пока стоп полежи так. Давай, пока стоп полежи так. Короче, честно, я сука. А я вижу по тебе. Спасибо.